это театр сатиры на площади маяковского на садовом кольце вид с пятого этажа в гостинице пекин знаменитый театр сатиры где попланов миронов и прочие наши звезды работали долгие годы а это вот садовое кольцо такое сейчас 11 часов московского час пик миновал но тем не менее картинка впечатляющие если открыть окно бровановское движение беспрерывное движение вчера целый день я перемещался по москве целый день по москве двигался общался с четырьмя таксистами и все до единого в голос для того чтобы поддержать разговор рассказывали о своих трудностях как тяжело и трудно им живется во что превратилась москва каким образом люди здесь зарабатывают деньги почему они такие нищие никто не радовался жизни не один общался с разными продавцами всякими разными клетками в гостинице барах в кафе и все в один голос жалуются я вот думаю глядя вот на все это вот на все на это посмотришь сколько людей все хотят только одного прокормить прокормиться продержаться преуспеть вот там в концертном зале имени чайковского внизу кафе новое появилось кафе чайковского что такое там называется сидят люди вот я наблюдаю за ними ведут завтракают ведут какие-то переговоры о чем-то разговаривает о чем-то договариваются какие-то бумажки подписывают все суетятся таксисты рассказывают что сейчас везде совершенно не приемлемой ситуации на дорогах с точки зрения заполненности автомобилями пробки настолько привычное явление но это уже общее место считается что я не буду распространяться на эту тему но люди заезжают в город заезжают в город уже рано утром там к пяти к шести иначе не заехать рабочий день многие заканчивают в 14 иначе не выехать вчера мы последний таксист мы с красной площади добирались сюда больше часа это по тверской пройти 10 минут пешком ну 15 больше часа ехали на машине пробки таксист матерился страшными словами ругался и потом подготовив меня к цифре вывалил выпалил сам наверное испугался 800 рублей объясняя что по часам работает по времени что это очень дорого он понимает но тем не менее 800 рублей отдать а до этого я платила 1000 за то же состояние короче говоря к чему я все это веду то я каждый раз когда сталкиваюсь с людьми вот в таких обстоятельствах в новых для себя в Москве в частности я все время думаю ну как рассказать этим людям вот как рассказать всем этим тысячам людей что они могут жить совершенно другой жизнью что они могут однажды выделив из своей жизни год два три ну четыре научиться делать бизнес который называется сетевой построить организацию и жить без работы не работая вообще не работая не думая о работе чтобы не добираться в пять утра он говорит ну что вот в пять выехал в девять вечера вернулся ну это разве жизнь я его понимаю разве это жизнь каждый раз когда я сталкиваюсь вот с этими жизненными историями человеческими судьбами я каждый раз думаю ну вот как рассказать этим всем людям о том как можно здорово устроиться в жизни если научиться делать сетевой бизнес можно быть совершенно свободным не привязанным к никакому месту вчера последний таксист говорит я таксую только вечерами а днем я занимаюсь мелким бизнесом я там торгую продукты питания доставляют по детским садикам и так далее ругают власти что налоги жуткие и так далее что бухгалтерия что вот как показать прибыль так чтобы тебя не не разорвали на куски налоговые инспекторы короче говоря плакал горькими слезами как рассказать людям чтобы они кардинальным образом могли сменить свою жизнь изменить это с одной стороны я даже не пытался заикаться честно говоря с таксистами на эту тему говорить а с другой стороны возникает такая как бы радостная позитивная такая мысль что а ты посмотри сколько их ты посмотри сколько их ты посмотри сколько их ты только глянь сколько их какой поток бесконечный когда мне говорят мои дистрибьюторы у меня знакомые кончились ты посмотри сколько людей с которыми ты можешь познакомиться ты посмотри сколько их они все хотят заработать денег все до единого хотят Если бы они только правильно узнали о том, как делается наш бизнес Если бы они только поняли суть этого бизнеса Бизнеса свободы Вы бы разбогатели еще больше Люди, граждане, братья и сестры, занимающиеся бизнесом У нас невероятное дело Мы с вами на такой волне, мы с вами на такой вершине Нам мы просто обречены на успех Единственное, что нам нужно сделать, нам нужно научиться рассказывать этим людям О том, какой у нас продукт и какой у нас бизнес Как-то делать это так, чтобы это было им понятно Всей вот этой армаде, движущейся, без перерыва в этой суматохе В этой жуткой круговерти Только бы научиться Только бы научиться Затратить на это год, два, три, ну несколько лет И все, и вы свободны Вы свободны от всего этого кошмара, который съедает Как молох поедает миллионы людей здесь Это вот Москва только Это только большое садовое кольцо Вот одна улица А вы представьте, сколько в Москве улиц И двигаются автомобили А вы представьте, сколько за пределами Москвы Таких улиц, городов и людей Которые ищут, как прокормиться И готовы на все Только чтобы кто-нибудь им бы рассказал Мы с вами просто обречены на успех Просто обречены на успех Я в захвате, как говорят на Украине Всем доброго